Продолжение следует... По времени мы проходим в конце года, поэтому в пользу случая всех поздравляю с наступающим, с прошедшим годом. Надеюсь, что у нас есть много позитивных моментов, которые можно было вспомнить, и много плодотворных трудов, которые можно будет совершить в будущем году. Продолжение следует... А делок по взаимодействию с казачеством, к сожалению, отца Олега с нами нету. Он по объективным причинам находится сейчас на Украине. Отец его тяжело заболел. Отец Андрей, джек нам поближе, пожалуйста. Сегодня мы хотели обсудить ряд вопросов насущных. Дело в том, что в принципе, по большому счету, жаловаться не на что. Взаимодействие с следствием массовой информации у нас и партии довольно позитивные, надо сказать. И судя по информационной картинке, судя по тому, как мы выходим на СМИ, в принципе, картина более-менее адекватная и нормальная. Но никогда не хочется останавливаться на достигнутом и хочется продвинуть вперед, скажем так, наши возможности во взаимодействии. Хочется наладить конструктивное сотрудничество, чтобы мы могли оперативно относить церковную позицию до людей. И в свою очередь, чтобы работники СМИ могли оперативно эту информацию получать. Необходимо наладить атмосферу взаимного доверия. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда журналисты могут один-два дня искать священника для какого-то комментария. В свою очередь, священники один за одним пугаются, прячутся, боятся высказаться. И, конечно же, это не работает на позитивный образ церкви. Это, наоборот, работает негативно на нас. Когда мы не хотим говорить, тогда мы свидетельствуем против себя. И это, скажем так, камень в благород церкви. Когда есть поле для нашей внутренней работы, работа со священниками. И сразу хочу оперативно ставить свой контраргумент. Дело в том, что если редактора начнут обращаться непосредственно в информационный отдел Сергея Михайловичу ко мне в поисках спикера, тогда мы сможем, работая в качестве буфера, подготовить говорящую сторону. Мы сможем договориться с священником, который, как говорится, в теме. Мы сможем объяснить человеку, что не нужно бояться того или иного журналиста, что вопрос, по которому нужно дать комментарий, существенный, важный. То есть мы надеемся облегчить вашу работу, уважаемые журналисты. Поэтому просим обращения к нам, в первую очередь. Обращение напрямую к священнику приводит к тому, что у нас в качестве церковных спикеров выступают одни тяжелиться. И людям это не всегда нравится. Если вы скажете, что у нас нет священников, то, конечно же, это не так. Конечно, священников у нас хватает. Священников, которые готовы говорить и отвечать на вопросы, трудные, интересные вопросы, комментировать разные ситуации внутри нашей епархии, внутри церковной жизни вообще. Такие священники, конечно, есть. И мы готовы их искать и, собственно, предоставлять вам для того, чтобы новые лица с новыми словами появлялись на страницах ваших газет на телеэкранах. Это вот такой рабочий момент. Следующее. Со своей стороны, почему священники боятся давать комментарии? Потому что сталкиваются с искажением информации, которая дается, собственно, в комментариях. Да, простите за тавтологию. Сам был жертвой такого случая, когда мы выпустили новость. Нам с одного издания, мне позвонили, сказали, как вы, задали уточняющие вопросы. Я все прокомментировал, а потом на сайте увидел то, чего я, собственно, не говорил. Ну, здесь, конечно, должна быть определенная журналистка. Этика, этика правды, этика достоверности. Если информация, которую вы получили, кажется вам неполной или кажется недостоверной, тогда следует скорее переспросить или уточнить, да, но не выдавать ее в искаженном виде, потому как это дискредитирует сам факт взаимоотношений в церкви и в связи с массовой информацией. Когда священники из раза в раз сталкиваются с тем, что их комментарии искажены, то в дальнейшем они уже негативно относятся к человеку с микрофоном и не хотят, собственно, дальше взаимодействовать. Такая ситуация неприемлемая, и мы действительно считаем, что надо эту ситуацию тоже исправлять. К сожалению, есть еще вопрос по инфоповодам, да. Какие инфоповоды попадают в поле зрения СМИ? Ну, чаще всего это факты, которые понятны обывателю, это факты, которые доступны простому журналисту. Освящение церкви, приезд какой-то святыни, приезд какого-то известного лица. Что касается внутри церковной жизни, это вот наиболее яркие культурные моменты Пасха, Рождество, Крещение, да. Ну, максимум, какие-то общецерковные праздники, которые устраиваются епархии. Мое глубокое убеждение, что на этом жизнь церкви не заканчивается. И мы могли бы предоставить вам больше информационных поводов, больше точек соприкосновения, больше точек роста, чтобы мы могли обсудить больше круг вопросов, чтобы мы могли задорвать темы, которые не попадают в поле зрения ледового человека. Но, опять-таки, это что касается СМИ, а что касается церкви, хочется сказать, что когда мы хотим затрагивать новые вопросы, когда мы хотим сделать церковь открытой, понятной, доступной, адекватной, отвечающей на современные вопросы, мы говорим о том, что священники со своей стороны и церковь не должна говорить на церковном языке в СМИ. И мы эту проблему знаем и согласны, и тоже на ней работаем. Конечно, священник, выступающий и дающий комментарий, должен говорить языком понятным, близким к людям, чтобы никаких, не оставалось двусмысленности, вопросов, чтобы не хотелось заснуть на чтении этих речей. Мы не ставим перед собой целью пиар каких-то отдельных священников, каких-то отдельных лиц. По большому счету, мы хотим доносить веру в чистом виде, так, как она есть. Всегда ли это у нас получается? Возможно, нет. Опять-таки, это, может быть, вопрос для дискуссии. Ну и напоследок, наверное, вот такое более-менее методическое замечание. Трудно говорить в чистом виде о вере, да? И, наверное, не всегда целесообразно делать это со страниц газет, с телекранов. Проповедь, да, это дело церковное. Со своей стороны, как бы, СМИ, это не церковный англонд. Но, в свою очередь, СМИ, они, как луч света, могут из темноты выхватить определенный эпизод в темной комнате, определенный сюжет. И от того, каким, куда упадет луч света, зависит то, каким увидит церковь ваши читатели и ваши зрители. И здесь уже вступает в свою силу ответственность журналиста, ответственность за тот самый луч света, который находится в ваших руках. Самый лучший вариант, когда эта комната не является для вас темной, и вы не выхватываете факты случайно, когда вы сами являетесь информированными, когда вы сами являетесь уже подкованными и видите ситуацию более-менее адекватно, объективно. И можете взять 2-3 комментария по определенному поводу и сделать объективную, показать объективную картину. В свою очередь, не всегда есть такая возможность, да, понятного ограничения у всех своих взглядов, у всех своих представлений, да, у всех свои возможности. Для этого существует пресс-служба епархии. Мы готовы готовить для вас информационные записки, мы готовы для вас аналитические статьи. Если вы хотите подготовить какой-то сюжет к празднику, взять комментарий по какому-то поводу, не стесняйтесь, обращайтесь в наш отдел. Мы готовы сделать объективную аналитику на лист, на 2, чтобы вы могли сориентироваться в вопросе, чтобы вам было легче готовить ваш сюжет. И в этом наша, наверное, основная работа. Наверное, на этом я закончу, не хочу много распространяться. Несколько слов Сергею Михайловичу Иванову по поводу прошедшего года, нашего взаимодействия со СМС-информацией. Каким был этот год? Спасибо. Ну, как всегда, да, спасибо. К чести наших волгарских журналистов, сотрудничество продолжается, крепнет. Сайт епархии тоже обновляется постоянно. Сейчас он стал более мощный, более красивый. Еще появился сайт храма Александра Невского, будущего собора Александра Невского, с историей. Сейчас еще развивается несколько таких интересных информационных штучек, изюминных, в сотрудничестве с другими сайтами. Вот, например, сайт Царицын РФ сейчас делает оцифровку зданий старинных, царицинских, сталинградских. И в том числе уже появился Светостроицкая церковь, которая стояла прямо рядом на месте памятника Хальзунову. И также в планах первоочередных создателей сайта, создание цифровой копии Александра Невского собора кафедрального. Ну, мы также просим, чтобы Иоанн Притеченский, конечно, храм, да, как первый. И свято-духов монастырь, но особенно свято-духов монастырь, там же интересная очень история с подземельями. Наверное, журналисты многие про них слышали, да. Сейчас вот как раз у меня группа детей делает макет, макет монастыря свято-духов и, может быть, как раз вот макет подземелья. Так, чтобы можно было их видеть как бы сбоку. Ну, это нечто вроде аквариума, знаете, да, с прозрачными стенками. Ну, то есть очень интересные такие моменты. Ну, также продолжатся, наверное, наши крестные ходы на байдарках, то есть в молодежном отделе. Ну, что еще, к сожалению... Можно не только молодежь. Ну, да, к сожалению, плавучие храмы у нас уже вытащены на берег, да. Раньше был для большинства иностранных журналистов, потом российских, там, центр России. Очень хороший повод, знаете, плавучие храмы. То есть приезжали сюда постоянные телекомпании крупнейшие, и Discovery, там, и BBC, и там, итальянские, немецкие, французские, то есть каждый год. Ну, сейчас, к сожалению, уже храмы постарели, два из них вытащены практически на сушу. Ну, вот, святой князь Владимир, надеемся, что будет путешествовать по Волге, если река не сильно отмельеет. Ну, конечно, нас больше всего интересуют с вашей стороны запросы. Мы-то можем говорить долго, но более интересно, наверное, непосредственно с теми людьми, которые работают, так скажем, в поле, руководителями отделов эпохиаля, ведет работу в образовании, в тюрьмах, миссионерскую деятельность. Вот сейчас, кстати, тоже по сектам касательно миссионерской деятельности будут интересные вещи в связи с такой организацией, как игра-жизни, да, еще там по нескольким жаловались, ну, что на лифте, по нескольким сектам. Ну, это тоже будем уточнять, все это делать, какую-то аналитику. Ну, вот так, так что, обращайтесь. Вы спрашиваете, что вас интересует, и вот как раз, может быть, руководитель отдела расскажет. Тем более, у нас есть и отец Аркадий с Крюпинской епархии, глава миссионерского отдела, отец Христофор, Можно выставать? Я тут приготовил письмена. Ну, я же готовился к серьезному разговору, поэтому выступление мое будет серьезное, не такое милое, как ваш, Сергей Михайлович. И хотя я руководитель отдела религиозного образования к хизации, я буду в этом вопросу говорить. И постараюсь все-таки выделить три момента развития нашего сотрудничества. Совершенно упущенной является ситуация освещения проблем верующей части людей в нашем обществе. В частности, мне хочется сказать о сложившейся ситуации дискриминации прав верующих людей по религиозному признаку в сфере образования, в образовательных учреждениях, которые сейчас должны обеспечивать, именно обеспечивать право выбора родителями обучения детей в соответствии со своими религиозными и философскими мировоззрениями. Большое количество родителей бесконечно жалуются и пишут письма, просьбы с поддержкой, почему их ребенку в четвертом классе не предоставлена возможность изучать основу православной культуры, которая гарантирует федеральный закон о образовании. Все упирается либо в личную атеистическую позицию самого директора, или в нежелание. Мы сталкиваемся с ложью со стороны директорского корпуса, мы сталкиваемся с боязнью родителей разбираться, потому что они переживают о последствиях для своего ребенка в этой школе. Мы сталкиваемся с совершенно непрофессиональным подходом и нежеланием этот непрофессионализм преодолевать. Даже дети, вот около нашего храма четыре школы находятся, даже дети верующих родителей, которые ходят в воскресную школу, приходят и мне говорят, батюшка, вот нас заставляли учить светскую этику, но поскольку, ну а что вас там учили? Ну, нас не учили, учительцы ничего не знают, мы там просто играли. Да, учитель организовывает игры. То есть, на уровне федерального министерства образования, святейшего патриарха, достигнута договоренность, что детей будут учить основу православной культуры, основу исламской культуры, буддийской культуры, иудейской культуры, в зависимости от желания родителей. Русская православная церковь выступила с инициативой для людей, не верующих, создать модуль основы религиозной культуры, светской этики. Но даже этот навязанный родителям и детям модуль, педагог не может адекватно преподавать, будучи даже светскую этику, да, они просто проводят время выиграв, там, на грани, не понимая, смешивания понятий, этикета и этикета. Вот, конечно, в школе девочек спрашивают, а что ж они говорят? Да, учат нас вилками там пользоваться. Но это хорошо, но между все-таки этикетом и этикой, да, большая-большая разница. В данном случае я считаю, что в плане нашего сотрудничества со следствием массовой информации необходимо все-таки, да, запланировать все-таки освещение проблем верующей части нашего общества. Это тоже люди, да, они имеют свои права, они налогоплательщики, государство демократическое, и их права, да, должны иметь возможность реализовываться. Не надо в церкви видеть только вот батюшков и архиерея, да. Я думаю, что по многим, сказать, направлениям в детской церкви можно говорить, да. Вот если мы, если, конечно, мы хотим пользу какую-то принести. Понятно, что без заострения внимания к этой проблеме, нарушения прав, ограничения прав, без поднятия этой проблемы особо это дело, конечно, не сдвинется. Вторая проблема, о которой мне хотелось сказать, и она тоже на грани сотрудничества, это вопрос о рекламе. Буквально вот обращаюсь, дорогие друзья, вот Волгоградская епархия проводит рождественские утренники для детей. В каждом Доме культуры Волгограда проводятся рождественские утренники, организованные большими и крупными храмами. Самой епархиальным отделом, священниками по селам, станицам, по районным центрам. Но мы, священники, можем либо сам воно объявить, это ограниченное количество людей, либо уже там через социальные сети, это тоже ограниченное количество людей. Газета – это невозможно. Даже вот составили график, в каком там, в ДКГ Гагарина, когда там, в 21 веке, в Родине, в ЦКЗ, просто график, в каком месте, когда будет проходить рождественские елки, чтобы люди имели, и ему указано, что где взять билеты, да, это все благотворительно. Люди имели возможность прийти и привести своих детей к рождественскому утреннику. Говорят, это реклама, мы не можем. Ну уж, надо же как-то тут все-таки заострить эту проблему и разъединить. Если бы мы хотели, значит, продать свой товар, сказали бы, давайте вот свечки, вот у нас там из Иерусалима, да, свечки. Приходите в наш храм, покупайте свечки из Иерусалима. Это одна ситуация, да. Другая ситуация, да. Когда благотворительно идет цикл рождественских елок или пасхальных праздников, или праздников Петра и Февронида, и невозможно, значит, в газетах разместить объявления о месте и времени их проведения. Расценивается как реклама. Вот это очень странно, да. Ну, с этим надо что-то делать. С телевидением, допустим, и с интернет-сайтами разными, там, конечно, проще. Это лично в моей жизни все зависит от личных знакомств, да. Вот, позвонишь на высоту 102, вот такая-такая-то вот, они уже знают, что они как-то адекватно относятся. А вы, как бы, пришлите нам, мы расположим вашу информацию. Ну, там, позвонишь, там, портал В1, да, поскольку часто звонишь, они даже, ну, присылать это. Ну, и новости, там, если пригласишь, там, с областного телега, всегда приедут, снимут. Вот, это слава Богу. А вот с газетами всегда такая проблема. Это реклама. Это реклама, и не знаешь, как это преодолеть, и донести, что это не реклама, что это нормальная информированность жителей нашего города, и предоставление информации, куда они могут своих детей сводить в эти там праздничные дни. Еще одно направление сотрудничества. Я думаю, все-таки, это средства массовой информации могли бы все-таки с нами выстоять просветительское взаимодействие. У нас не секрет, все-таки, очень много проблем, которые могут решиться через просвещение людей, через информирование людей. Вот одна из таких проблем, которые можно было бы заострить, очень ярких, это все-таки соответствие советской топонимике нашего города и нынешних форм общественной жизни. Известный, да, скандал, когда юноша испражнился вечный огонь площади павших борцов. Да, ситуация. Но, а что можно было ожидать? Площадь павших борцов это могила, где захоронены убеденные воины. В советское время когда она создавалась, не предполагалось, что будет городской карнавал. И соотношение городского карнавала на этой могиле вызывает, ну, если по меньшей мере, недоумение и ставит вопрос в тупик. То ли нам тогда, нам не надо либо карнавал проводить, или вот сейчас будет там цепляться в новогоднюю ночь. Это там цепляться на могиле убедить, или нам надо могилу переносить в какое-то другое место. То есть, мы сталкиваемся, что те городские узловые места, названия, которые были формой благоговения для советских людей, или которые несли в себе идеологическую нагрузку по формированию мировоззрения советского человека, они сейчас никак не состыкуются с образом жизни современного человека. И мы видим вот там цепляться новогоднюю ночь на площади павших борцов на могиле вот у беренных воинов. Или вот, допустим, перекресток улицы Мира и комсомоль, съезд железнодорожного вокзала, там всегда на этом перекрестке подземный переход ставят флаги 9 мая, 2 февраля, и там же реклама «Голая женщина» и написано «Позволь себе искушение, стрелка 300 метров». И тут же рядом ставится флаг, с изображением воина-победителя и прославляется победа. Вот это нормальная ситуация, ненормальная ситуация. Смотрите, это ненормальная ситуация. Либо рекламу убрать, позволь себе, либо не ставить флаг туда, потому что это уже идеологически, нравственно-этически несовместимые вещи. Мне кажется, вот в таком направлении, а это, видите, никого это не беспокоит. Никого не беспокоит на цепляться на площади павших борцов на могиле. Почему? Ну, потому что не заострено внимание, не раскрыты идеи, смыслы, содержания этой проблемы. Мне кажется, вот здесь мы могли бы и поработать с этической точки зрения. Священники могут указать на какие-то моменты, поскольку видят, как духовенство, предложить эти идеи к рассуждению. И вот через такое совместное взаимодействие, через просвещение, ну, какого-то упорядочения тоже в нашем городе можно было бы добиться. Вот такие вот у меня соображения родились при подготовке сегодняшнего выступления. Братья и сестре, руководитель миссионерского отдела, кто не знает, и наше дело, как сейчас было обозначено, нас есть миссионерского, приводить тех людей к вере, которые вообще еще нулевые, не пришли и даже еще не слышат или просто себя строгируют как-то от церкви, от веры. Ну, я думаю, что это как бы такая задача глубокая, сложная, везде она решается по-разному, где-то вот так вот внедряются в школы, так вот был один батюшка армянской национальности. Вот он снял фильм значит из Гибсона «Страсти по Христу», такие кусочками вставлял, и между этими кусочками он значит вставил, как он сам ходил по святым местам Иерусалима. Вот мы с отцом Аркадия смотрели. Ну, и вроде как вот на школьников он говорит благоприятно действует, но сам он когда фильм показывал 45 минут и сидел вот так вот отворачивался, когда кровище все лилось на всем. Это я продумаю, что способы всякие сейчас подбирают и у кого что значит получится там не получится будет видно. Вот. Ну, то, что люди вообще задают свои вопросы вот через СМИ и я надеюсь, что наш вот этот сайт хорошо, что он такой общий и партияльный по всем отделам он будет посещаться, люди будут задавать вопросы, пусть они там скалерных вопросов еще какие-то, мы на них должны стараться отвечать. И пускай это не обязательно даже священники могут быть задействованы, а кто-то есть там из миссионеров или катехизаторов на приходах или в епархии. Вот, например, мне вспомнился там журнал Фома, вот замечательный журнал, там мне нравится, Сергей Худиев. Вот он вообще по всем так сказать вопросам и сложим, и садим, пишет, и книжки свои задает. То есть есть и миряне, которые могут объяснить. В конце концов человеку, который задает вопросы, ему надо даже не сам там что вот будет отвечать, а сущность, что ему ответит человек, разъяснит по поводу того-того-того. И вообще как бы мне казалось, что диалог надо такой начать с людьми, с потенциальными прихожанами. Вот что им непонятно в церкви или на службе, какие-то свои отзывы, где как встречают или не встречают, или еще что-то. Много будет, я думаю, встречать таких вопросов. Это понятно над этим работой. Но я хотел бы в свое время немножко передать касательно сект. Со мной пришел один из таких мирян, который непосредственно в секте вновь развивающейся, он не побывал. И прежде чем еще сказать про сект, сказать, что всех это как-то касается в свое время. И даже вот у нас, помните, его еще был Чехов, когда Морин, да, Викторин, и он как-то собрал совещание, мне рассказывал Богославский зам его, и все сидят вот его замы, все эти главы, и он читает письмо страшное, как пишет одна мама, как у нее в мормонской секте погиб ребенок, что-то с ним случилось, и он говорит, ну давайте что-то сделаем, то есть даже его, как бы сказать, тирана, проникла вот эта слезная такая фраза, давайте что-то сделать, поможем, а тогда замы ему говорят, все богославские, там, Виктор Казачкин, а что мы можем сделать, если вы сами этих мормонов разрешили, вот ваше постановление, что им надо строиться, что они вот тут нормально, все, знаете, в общем, идет, потом пожелал, пожалел, повздыхал, и на этом все кончилось. Так вот, сейчас мы уже имеем первые, так сказать, тоже страдания от тех всех, которые развиваются, не секрет, эту информацию можно тоже где-то как-то заснять, выложить, что в воскресный день собираются молодежи, ну и просто людей гораздо больше на их вот эти мероприятия, там начинают трех бороды, там и все, гораздо больше, чем в церкви собираются людей, молодежь, то есть это вот такой факт, который нас все время как бы уличает, и мы когда радуемся, что пришли наши постоянные там бабушки, там еще кто-то, и они такие вот хорошие, или они зашли на литургию чистого там на полчаса, тут же они исповедовались, причтились и ушли там, вот, то это как бы не есть как бы постоянное вот дальше делание, а постоянное это если будет дальше с ними работа, беседа, общение, вот, на приходах, что мы в общем-то сейчас как бы всем и желаем, и, значит, советуем, вот, ну, вот, как бы пострадавшая частично вот, с этой сектой, она называется игра света, игра жизни, в том году она называлась игра судьбы, и Сергей Николаевич первый выложил, значит, не поправился информацию от Епахиевым в рекомендационном отделе, это нас тоже, так сказать, подбодрило, и вот, я прошу дать слово тут 7 минут брату нашу Дмитрию, который здравствуйте, сразу же хочу сказать, вот, допустим, люди, ну, в частности, вот моя жена, она попала туда, ну, просто из-за духовной пустоты, и культурной, можно так сказать, в душе, люди, в основном, татаки туда попадают, которые не знают, как себя, куда деть, как бы, и вот попадают под влияние таких организаций, я зачитаю, просто написал, потому что, как-то рассказать, у нас в городе, также еще в четырех городах, Саратове, Краснодаре, Астрахани, Ростой-на-Дону, начинает укореняться организация тренинга личностного роста «Игра жизни». Она зарегистрирована как ИП, есть адрес там. По этому поводу я подходил к отцу Александру, и вот он меня направил съездить в Москву к Дворкину, и вот что пишет по поводу этому Дворкину, цитата, «Психокульт – авторитарная организация, организованная в виде психологических курсов или семинаров. главный смысл существования которой власть и деньги для руководства распознается по ряду свойств. Обман при вербовке – это у них вовлечение называется, контроль создания адептов – это манипуляция в группе на адепта, рекламентация всех аспектов жизни, они растоявляют все точки, как человека увести, чтобы человек нечаянно не ушел, если его зацепили уже. И один из таких аспектов – это обожествление учителя. У них прям культ практически. В основе тренинга личностного роста игры жизни лежит техника «Лайфспринг». Это четко отработанный трехступенчатый семинар с заранее заготовленным сценарием группового коучинга психологической обработки. Стоит отметить, что тренинг «Лайфспринг» запрещен. Он начался в Америке в 60-х годах, в 70-х. И в данный момент запрещен в Америке и в Европе, потому что там участились случаи суицида. Сейчас они распространяются в странах третьего мира. Этим они обязаны массовым и в нашу страну они перетекли в 90-х годах. Почему лично я забил тревогу? Я два года молчал, после того, два года назад я прошел там, побывал, но в последнее время просто участились случаи жалоб людей. Люди вот последнее недавно я создал группу ВКонтакте недавно, буквально несколько дней назад прислали в личку письмо женщина, но не именно из этой секты, а сказание. Там просто слезы, просто страшно читать это. Ну, про себя вот дальше. Наш брак с женой был на грани распада, потому что я видел там, извините за слово сатанизм, прям реальный, что там творится. там заключают контракты, пусть даже в игровой форме, но они заключают. И можно понять, да, с кем заключают контракты. Читают мантры, там танцуют бесовские танцы, там просто вот, то, что в Украине начиналось, вот эти танцы, они там и танцуют, кстати говоря. Ну, мне было страшно, конечно, находиться там. я постоянно говорил от своего мнения, я пришел к вере, у меня был в жизни такой ситуации, я попал в места, потому что, ну, в аварию попал, человек погиб, и я там пришел к вере. И наверное могу все-таки насколько я считаю судить, да, где человек идет к вере, а где он не идет. Вот, потому что прочитал много духовной литературы, вот, и вот о жене моей говорили, чтобы, ну, как оттягивали ее от меня, потому что я оттягивал ее оттуда. И там ей говорили, посмотри, с кем ты живешь, это не лидер, это не тот человек, это с кем тебе надо жить. Вот, раскол в семью, они прям конкретно внедряют. И так как я там большое количество пробыл, многие люди все-таки сохранили свои семьи, но вот этот раскол, он все-таки вот эта боль осталась, и они сейчас с этой болью продолжают жить, стараются, многие разошлись. Многие люди получили психологические травмы. У меня есть люди, которые не будут ни под каким предлогом говорить, что это с ними случилось, но они по несколько месяцев проходили лечение. Но это на них отпечаток откладывает, они не будут просто вот. Они не будут говорить, они настолько испуганы просто, настолько страшно им просто об этом даже вспоминать, эту грязь, они просто не хотят об этом поднимать. Дети, вот у меня жена пять лет находилась там, и сейчас вот недавно сын сказал, что мама, просто вот на столом сидели, мама, слава богу, что ты вернулась домой. Вот, потому что дети остаются без родителей, пока родители, как это говорится, спасают мир, вот они спасают вселенную там вот так вот. Вот, у них же еще и детские есть. У них там полно, они, знаете, что делают, они сейчас, они внедряются так, они в садике ходят, они ходят в школы, создают курсы, да, настолько внедрилось, это уже за 10 лет. Дело в том, что с каждым разом все больше и больше они в тренинг вовлекают людей, ни в какие так организации не вовлекаются, как людей, какая масса вовлекается вот в этот тренинг. Большая масса вовлечений людей составляет молодежь. Под лозунгами мы делаем добрые дела, мы приближаем людей к Богу, мы привлекаем людей к патриотизму и здоровому образу жизни, допустим, в Орске есть такая, они зарядку делают, а это все делается для вовлечения туда новых адектов. И так, благодаря массовым мероприятиям, концертам, флешмобам, они вовлекают в свои тренинги организации молодежь. Но это все поверхностно, темная сторона тренинга, это многочисленные разведки, даже самых крепких семей. Также стрессовые депрессии людей из-за психологического вторжения в личность человека. У них такая вот есть вещь, они, просто человек, когда туда приходит, они специальными тренингами, ну, тренингами, уроками выносят из головы, очищают практически. Практически проходит исповедь. Ну, можно так сказать, я вот как был, да, это все находится в закрытом помещении и человек очищается, как бы, ну, остается без, вот, и в тот момент им начинают внедрять в голову сознание то мышление, которое надо для них, вот. Идет подмена ценностей, вообще полностью. Я вот, пока там находился, я вот лично творил Иисусову молитву, постоянно, вот, потому что, ну, это страшно там просто, вот. Молодежи прививают прививают ложные ценности, уводя тем самым от веры в Бога и церковь. Нет, хотя, кстати, говорят, что надо в церковь ходить, они ходят, у меня жена вот лично ходила в церковь, у них такой стретч есть, идти в церковь, они туда приходят без подготовки, приходят и причащаются просто-напросто. Не ни благодарственных молитв, никаких не вычитывают ни канонов, ничего. Это у них называется стретч. Причастились и ушли. Вот. Стретч это на английском растяжка. Растяжка, ну, это урок, как бы, вот, но растянуться, сделать из себя все, чтобы это, ну, получилось. Да, вот так вот. Нет в тренинге? В тренинге не говорят о другой вере, они как раз пропагандируют веру в Бога, да, они все это, а затем Божий промысел и результаты, они приводят не Богу, они приводят его тренингу или в гуру, который вон там у них есть. Многие люди начинают пренебрегать христианство и Библией и Церковью. В тренинге игра жизни оскорбляют чувства верующих. Это уже понятно любому, что в таких психологических тренингах, а даже в других сектах, где развивают способности, гипнотизируют и манипулируют людьми в нужном их направлении направляют людей. И, в принципе, одна цель здесь, это приход к власти. Многие проходят тренинг и начинают вести себя агрессивно, неадекватно считают себя ангелами. Кстати, там у них есть некоторых адептов, они назначают ангелы. Они занимаются специальными какими-то действиями. А руководителя, кстати, она о себе заявляет, она чудотворец. Есть видео по этому поводу. а руки как науто. Вот. А потом тут мучениками. Опасность состоит еще в том, что вот я уже говорил, внедряются в сады, в детские сады, в школы, в детские лагеря. при малейшем вот еще при малейшем обречении дети, когда начинают обречать ее, вот, начинают угрожать судами, запугивать, ну, всячески. Пытаются унизить этого человека. И по словам Дворкина, закончу, что обычно предъявить претензии организациям подобного типа очень трудно, потому что у нас в законе совершенно нет никаких вещей. Сейчас в данный момент идут разбирательства по суицидам в Москве, но не именно этой организации, в Москве и в Питере. Меня пригласили на передачу, в следующем месяце сейчас прямой эфир отложили, в январе будет выходить на Первом канале программа по поводу этому. Вот такие вещи. И сегодня вышло в аргументах о фактах тоже электронной версии статья по этому поводу. Спасибо. Вопросы есть какие-то? А цель вот этих сект, это что, отвлечь от чего-то внимания? Ну вот пришли туда допустим люди. Я в свое время прочитал, может быть это мое мнение, мое мнение личное, в свое время я прочитал книгу Сергея Нилуса, знаете, наверное, близ есть преддвериях. Вот там есть написаны протоколы сионских мудрецов. Знаете, да? Вот мне кажется, это прям натуральное такое внедрение в разложение системы культуры и веры в государстве, лично в нашем, допустим. Ну, власть и деньги. Идея, идея, конечно, там хорошая идея нести добро, как бы, вот все. Но, что из этого сейчас, в данный момент, ну, просто заработок на людях любой ценой, любой ценой, независимо. Если кому-то что-то плохо, там, это ты сам, если семья у вас распалась, вы бы и так распались бы. Допустим, или еще какие-то, у них на все есть, как бы, отговорки, что это вы такие, это вы такие, а все плюсы и все заслуги, они себе, вот, у нас столько семей, там, жени, ну, брели браки, они говорят, а перед этим, перед этим, что эта семья в тренинге разошлась. Но, они там разошлись, допустим, один супруг против, другой за. Вот у нас чуть не разошлась так семья. И потом они расходятся, и один из этих супругов, оставаясь в тренинге, сходятся там с другим тренингом. Вот. И, вот. Но тут страшно, что власть в деньги это, наверное, краткосрочные цели, а долгосрочные, ну, понятно, сейчас идет война против России, да, и, как бы, заплатить вкладывать очень большие средства сначала в раздробление нас по социальным, там, национальным, там, гендерным, там, профессиональным признакам, признакам, да, и потом уже, конечно, формирование каких-то ядер, да, то есть путем сецсентрической войны, то есть, помните, хроники Нарнии, вот эти группы, которые на Майдане скакали, да, то есть, часть там литературных игрок участвовала, часть футбольные болельщики, то есть, они вот как бы подпитываются, в том числе и психологические тренинги, то есть, промыла мозги. Международный Эриксенский институт, я смотрел у них вот эти кулычи, тренеры, да, а вот они Эриксенским гипнозом как раз и занимаются. Скажите, вопрос о радиорусе, да, вы уже несколько выступающих так или иначе затрагивали ряд проблем, хотелось бы более детально услышать, какие конкретно актуальные проблемы в нашем обществе на сегодня видите вы, и как считаете, что можем мы сделать, чтобы помочь в их разрешении? И как раз хотел завершить свое выступление в ходе бессимирского отдела профессии Александра Садонова. Когда я слушал Владыку на рождественских чтениях, он говорил про, значит, на первый выбор православия, то и он сказал про традиционные религии, которые находятся на территории России всегда, это вот название ислам, иудаизм, католицизм, ну и буддист. Я, наверное, отнес сюда, потому что рядом у нас леска, и сейчас вот эти таджики там подъезжают, все перемешано. Я бы хотел предложить такое, сделать вот ну форум, выбрать из каждой религии и попросить представителя, и чтобы спорные вопросы, которые возникают, вот пошли сигналы, а кто вот эти, они называют себя там католикой, а эти называются иудаистой, а эти еще, чтобы этот деятель ответственный, он как раз заявлял бы, имеют они к исламу отношение какое-то или не имеют, вот и все. А это у вас не река, получается. Да, ну ислам, я правда тоже интересовался, вот к ним ходил, немножко тоже здесь раскололись, у нас в городе, наверное, шиитов, суитов, но они вот кировские, они с этими на горных полях, они тоже не контактят между собой ислам, то есть это, ну, восс будет один оттуда, ислам один, ислам два, там хотя бы так, ну кто-то должен сказать, это наши, это наши, которые там, или это не наши, вот когда говорят это не наши, то здесь уже можно разбираться, предупреждать и по закону смотреть, как вот и эгоистов, их не за веру уже судят, а их как террористические вот такие, значит, отношения распадают, там они, ну, воинские части там подрывают и все такое, то есть их судят вот за моральные вот нарушения и Конституции и все эти суды выигрываются и все равно потом опять все это нет, поэтому вот если бы такое было бы место, то можно было бы разбираться со всеми и уже называть хотя бы точно на их, ну и сам я на этих роджесочтениях спросил, там с администрацией там пару человек, как вот с сектами там чего, а они говорят, нет, секты это не наше, это пусть с церковь разбирается, то есть все вот эти какие-то там перегибы, трения, это все церковь, это духовная, то есть когда проблема, то сразу вспоминают церковь, это духовная, это церковь, а когда, значит, уже, как вот сказали Дмитрию, он же возил туда и с милицией, и с ФСБ людей в эту секту, значит, показывать, а те говорят, мы все видим, что идет вот здесь вот обман, идет афера, ну, говорит, нужна смерть, подождем, говорит, потом, говорит, мы приедем, понимаете, вот так вот все вот эти суды идут только после смерти, но мы не хотим на смерти дожидаться, тем более осталась сестра его жены и там дальше, вот как-то вот, значит, молимся, но пришло как бы то время, они очень ходят по церквям так активно, что надо их спрашивать, как мы спрашиваем, вы там не курили, перекричались, вы там игрой жизни не интересуются, то есть, вот они недавно даже ко мне это пришли, там, на соборовне было, оказывается, проскочило несколько человек, исповедовало, ну, как бы, ничего это сами не называют, то есть, их там обрабатывают, как это исповедовать, в случае, все тайно такое, на самом деле, вот уже несколько вопросов обозначили, коллега спрашивает, да, и по поводу образовательной деятельности, по поводу миссионерской деятельности, наше сотрудничество, я имею в виду, наше церковь и СМИ, оно может быть непосредственным, дело в том, что вы можете дать возможность нам говорить, в свою очередь, вы им нужны, или какие-то заметки особые на эту тему, комментарии отца Христофора, легко, он всегда готов все рассказать, объяснить, прийти в школу, взять комментарии у этого директора, давайте это сделаем, потому как мы не хотим никакой дискриминации, мы не хотим, чтобы церковь кого-то там давила, или что-то, мы хотим свободы, в том числе и свободы для себя, и поэтому взаимодействие церкви и СМИ здесь может быть очень конструктивным и очень полезным, чтобы не было никаких как раз-таки ни перегибов, ни боязни, дело в том, что в большинстве случаев мы не можем добиться правды из-за боязни своих противников, наши противники, вот секты, директора, там еще кто-то, давно не противники, я имею в виду в плане, а условно говоря, противники, оппоненты, правильно сказать, да, спасибо, вот наши оппоненты, они кто-то административным ресурсом будет козырять, кто-то будет опять-таки обращаться к СМИ, потому как были и такие случаи, когда правильная постановка проблемы для СМИ со стороны тех же сектантов ставила церковь в нерыводное положение, и мы уже были опечающей стороной, мы уже должны были парировать, что да нет, нет, мы тут не хотели никакой розни, мы не хотели никого обидеть, просто вы понимаете, а нас уже не слушают, потому что первый мяч был на стороне наших, скажем так, оппонентов, да, и поэтому дело в том, что мы, являясь всеми христиане, да, это декларируем, всеми это рассказываем, мы все хотим жить в православной верующей стране, и мы со своей стороны не хотим никаких наступлений, мы не хотим никаких войн, там, религиозных или еще каких-то, мы хотим, чтобы каждый мил право на честную, правдивую, адекватную информацию, со своей стороны мы считаем, да, что мы этой адекватной информацией обладаем, если есть люди, которые так не считают, то давайте сядем за стол и выясним, почему мы считаемся правыми, а вы не правы, мы готовы ответить на эти вопросы. Может быть, отец Андрей расскажет о тюремном, какие-то повороты. Да, пожалуйста, вопросы. Сейчас, секундочку, я верну наш диалог, возможно, в поле взаимодействия, да, меня зовут Александр Коробов, я журналист, неважно, какое я издание представляю, в данном случае я как независимый журналист вступаю. Вот правильно, вы ушли в это поле взаимодействия с сектами, вернее, не взаимодействия, а борьбы с сектами. Поэтому есть, наверное, не случайно, работа, я видел на сайте и парке, лаборатория антисектантская, да, по части язычества и так далее. Вот смотрите, все православные СМИ, особенно, которые сдаются церковью, они рассчитаны, есть такой маркетинговый термин, на лояльного потребителя торговой марки, то есть человек, который уже лоялен к православной церкви. СМИ, которые издаются сектами, другими религиозными течениями, да, они ведь очень профессионально сделаны, и они как раз рассчитаны на людей, которые еще не пришли к определенной какой-то вере, они свободны. Почему церковь так, ну, понятно, что православная церковь, она ортодоксальная, почему же вы ортодоксально подходите к этим вопросам, почему не меняете внешний вид своих СМИ, и почему они не меняют свою целевую аудиторию, и, скажем, вот еще такой момент, ведь люди, которые приходят в эти секты, они, и не обязательно даже в секты, а вот, ну, в официальной, скажем, тоже в Волжском у нас есть католическая церковь, есть евангельские какие-то течения, да, не знаю, как правильно они называются, смотрите, они ведь, пришел туда человек, помимо разговоров о Боге, о вере, да, он же, что получается, в соседней комнате Смолельной, стоит, например, кровать, много бест, да, лежат подушки, вот эти лечебные, да, может быть, и православной церкви, вопрос стоит, ну, может быть, да, стоит перейти к каким-то новым формам взаимодействия с людьми, чтобы привлечь их к себе. Да, наверное, вот один из таких шагов поисков, это, наверное, вот наше сегодняшнее такое первое мероприятие, я надеюсь вообще, что это мероприятие будет несколько раз в год приходить, а может быть, там, два хотя бы, да, может быть, чаще не нужно, но в первую очередь нужен поиск, поиск правильных слов, поиск коммуникации, когда мы, да, мы нишевая, скажем так, у нас есть, мы нишевая СМИ, да, и есть, у каждой нишевой СМИ есть свои проблемы, проблемы замкнуться на как раз таки своих постоянных, на своей постоянной аудитории, на своих читателей, и фактически, те же самые проповеди печатать на представленных изданиях. Я думаю, что благодаря сегодняшней постановке вопроса, мы просто задумаемся, задумаемся над этим, поставим это как проблему, и будем искать, как бы, новые формы, в том числе языка, и выхода на какие-то новые формы взаимодействия. Бывает, что у нас один язык Евангелия. Если мы по этому пути пойдем, мы немножко забудем, наверное, об одном, зачем существует сама церковь, и что такое церковь, это сообщество людей. Если мы подушки начнем раскладывать в соседней комнате, то что он получит из этой церкви? Вообще, я хотел бы на ваш ответ, на ваш вопрос ответить, как тюремный душ по печени в Лаградской епархии. Так вот, один из ответов людей, которые не ходят в церковь, знаете, какой самораспространенный, скучный, понимаете? Я удивился раньше, почему такие ответы у людей. А все очень просто, на самом деле, потому что, а церковь хотят не того, что дает церковь, именно русская православная церковь, а церковь дает спасение души. Так вот, до спасения души человеку в этом земном мире, к сожалению, ни времени, ни сил не нужно, ему не хватает для этого. Ему нужно что-нибудь другого. Может быть, подушку соседней, может быть, чаепитие веселого, может быть, распростеренных объятий, чего, да, в церкви не хватает, и много жалоб мы получаем от людей, что почему такие священники хмурые, и бабушки возле подсвечников, почему такие строгие. Конечно, это и есть, это действительно проблема, но суть вопроса церковной жизни и суть вопроса жизни сектанской, она совершенно отличается, потому что человек, ходящий в церковь, должен получать одно, спасение души, а все остальное у него растворяется в этом пути, искание Бога, понимаете, а человек, который приходит в секту, он там получает это знание, немножко тайное, немножко попозже, но обязательно его получит, понимаете, поэтому разность, она другая, а цель одна у тех людей, которые хотят, ну, так скажем, из церкви сделать немножко более открытое общество, это удивительно, церковь, это период, как сообщество людей, и куда еще открытие, если вы приходите в приход к отцу Александру, к отцу Аркадию, к отцу Христофору, если вы изнутри поучавствуете в жизни этой общины, вы скажете, это самая открытая община в жизни, открытие не бывает, но только надо изнутри посмотреть, так вот, когда некоторые люди говорят, нам нужно изменить церковь, ответ у меня лично один, это не мой ответ, это от отца, это от отца, попробуйте изменить ее изнутри, а почему-то у нас получается, что люди пытаются, церковь изменить снаружи, то есть, вы не правы, и начинаете перечислять, в чем вы не правы, в чем не права церковь, то часы находят на руке, то еще что-то, то ай-яй-яй, вы негодяи, так вы изнутри измените жизнь церкви, придите туда, если вы православные христиане, а потом может начаться диалог, и поиск компромиссов, и поиск искания ответа на эти вопросы, так вот, я не даром ответил вам, начал ответиться с представлением себя, так вот, что такое тюрьма сегодня, удивительная вещь, это замкнутое пространство, куда попадают люди, для исправления, значит, в своих каких-то ошибках, которые они совершили, мы будем таким простым языком говорить, но некоторые находят там себя, некоторые теряют окончательность, так вот, кто находит себя, он начинает искать какой-то путь, определенный путь, как же мне найти себя, как мне побороть себя, для того, чтобы там, выйдя назад в общество, не вновь окунуться куда-то вниз, а просто начать нормальную человеческую жизнь, церковь в этом старается помогать, как может старается, но удивительная вещь, людей в церкви, в тюремной церкви, становится все меньше, а я сейчас объясню, почему, одна из причин, я долго думал на ответ на этот вопрос, но оказывается, все достаточно прозаически и просто, так вот, раньше священник, приходящий в храм Божий, занимающийся тюремной миссией, он выполнял роль такого, как, скажем, Дед Мороза, вот он приходит, бросает свои дела, он идет туда, он понимает, что надо жалеть этих людей, которые оказались там, ну и действительно по-человечески жалко, ну у многих трудная судьба, у многих там, вообще там почти все не виноваты в том, что совершили, и вообще их жалко, действительно так, но священник за этой жалостью, человеческой жалостью, забывает об одном, что там человеческая душа, так вот, так вот, в основном священник делал что, проводил богослужения, собираются беседы, чаепитие обязательное, с тем, что священник приносит с собой, и собирается очень много людей, я провел один эксперимент, у себя в Леву-15, эксперимент очень простой, это богослужение, и на котором я объявил, что через, там, две недели примерно, там, через 10 дней, к вам приедет, наш, значит, православный выступать коллектив с песней, это село Заплавное, ребята, они хорошие, акустически играют музыку, замечательные ребята, удивительная вещь, на богослужении присутствовал 15 человек, на этом концерте 50, ответ какой на вопрос, очень простой ответ, все мы понимаем, зачем идет человек на концерт, расслабиться, послушать музыку, замечательную, даже православную музыку, даже вот искренне, дергающие нотки души, музыку, но эта музыка, она ни к чему не обязывает, а священник в храме, начинает к чему-то обязывать, он начинает напоминать тебе, что ты приходишь в храм, не развлекаться, что ты приходишь в храм, делать дело спасения твоей души, и вот удивительно, людям неинтересно делать дело спасения души, им интересно почитать Евангелие, но неинтересно жить по Евангелии, и оказывается, сейчас церковь должна искать, а как же вызвать интерес, жить по Евангелии, да мы две тысячи лет пытаемся вызвать этот интерес, но не всегда это получается, не везде, все очень просто, человек добровольно желающий спасать свою душу, он обязательно найдет путь по этому Евангелии, если он не хочет искать, вы хоть ему старшуете перед ним, хоть еще что-то сделаете, хоть подушек наложите, хоть домой к нему будете ходить, и помогать ему в доме убирать, вы ничего не сделаете для того, чтобы человек спасал свою душу, может даже усугубить его, он скажет, а что мне напрягаться, придет батюшка, поможет убрать мне завтрак, поэтому, как бы я ни саркастически, не отвечал на ваш вопрос, но, проблема на самом деле глуже, проблема в лении, думнее о душе, ну ленимся мы думать о своей душе, вот как только мы начинаем, вот знаете, замечательный наш вот Легайда, если правильно ударение я оставлю, вот в интернете я прочитал, почему курс валюты у нас вызывает больше интерес и больше переживания, чем спасение нашей души, на самом деле колебания валют, я сам каюсь, очень интересно посмотреть, куда же мы качимся-то, но удивительно, мир, русский мир, окунулся туда, куда никогда не окунался с 98-го года, мы вспомнили о том, что мы начинаем зависеть от Запада, а мы до этого не зависели от Запада, что ли? И сейчас то, что происходит с людьми на Украине, Запад на это не влиял, в том числе курсом валют, который происходил, так вот все это касается человеческой души в конце концов, как человек живет каждый свой день, если ему жить, человеку выгоднее с курсом валют, а не с Богом в душе, он и будет так жить, но, так вот, вопрос может быть не все-таки не весь к церкви, о том, что церковь мешает человеку разобраться в его душе, а может быть в повседневной жизни человеческой, может быть СМИ стоит обратить внимание на повседневную жизнь, у меня очень много возникает таких вопросов, батюшка, расскажите что-нибудь интересного, ну там, из пенсиарной системы, из еще чего-нибудь, из еще чего-нибудь, да и закончилось интересное, есть обычная человеческая жизнь и там, и здесь, и везде, и вот до нее как раз не очень интересно, до этой жизни, причем всем, может быть даже самому человеку, который вот участвует в этой жизни, в своей личной жизни, а нам иногда надо вспоминать о том, что наша личная жизнь, мы за нее отвечаем очень сильно, отвечаем перед Богом, и церковь об этом напоминает нам. Спасибо. Тут можно просто элементарно сказать, почему ходит к бабушкам, потому что там ничего не надо делать, заболел ребенок, пошел к бабушке, даже есть такое, знаете, как бабушка отшептала, делать ничего не надо, то что если пойдешь к папу, то здесь скажут, ну у тебя твоя проблема, проблема твоего ребенка, твоя проблема, и начнет поститься, молиться, и это никому не надо, поэтому идут к бабушке, все это проще, это все понятно. Вот, а хотел бы ответить, вот на первую половину вашего вопроса насчет церковной СМИ, действительно такое присутствует, вот, многие издания просто церковные, ну, неинтересные, потому что они либо сухонаписаны, либо действительно написаны для профессионала, вот, но у нас такие издания, о которых вы говорите, которые вы хотели видеть, они есть, вот, например, газета «Избережи», она выходит уже 9 лет, 9 лет выходит на газета, это у нас у Ритмской и Паркинова, но она чисто приходская, потому что есть еще и Бархиальные Ведомости, вот, редактором которой я являюсь, и эта газета как раз, вот, она рассчитана, и она создавалась на приходе, для того, чтобы, когда ее возьмет в руки человек, который вообще ничего не знает, ну, скажем так, мечеть не отличает от храма, вот, чтобы ему было интересно, чтобы он зацепился за что-то, вот такая газета есть, и даже, вот, знаете, есть вот такая, на пятой полосе, такой момент, нам есть чем гордиться, это вот в пику вот этого негатива, который постоянно выплескивается отовсюду, с экранов, там, с газет, что у нас все плохо, падает, взрывается, у нас ничего нет, на самом деле, есть такой сайт, тоже в интернете, называется, «Нам есть чем гордиться», замечательно совершенно, и там, ну, вот, почитать его, и порадоваться просто о нашей стране, то, что мы первые, по-очень многому, вот, и у нас постоянно строятся садики, и там, и школы, и так далее, памятки реставрируются, то есть, вот, побольше хотелось бы, в связи с этим, вот, пожелать позитива, действительно позитива, вот, в нашей вот прессе. Ну, что хотелось бы, вот, мне, и что меня постоянно, вот, ну, если раздражает, можно так сказать, вот, в нашей, такой, светской прессе, в статьях, о именно православии, о заметках, о православной вере, это фольклор. То есть, мне хотелось бы, чтобы мы отходили, вот, от православного фольклора, потому что, когда, вот, читаешь, там, допустим, «Сорок мучеников севастийских», это, такой, большой праздник церковный, вот, который почитает, вот, вот, отряд воинов, которых, очень, жизнь за Христа, вот, отдал, и даже литургия служится, Великий постом, специально выделенный день, потому что, ну, там, не каждый день служится литургия, в этом день, но там есть такая традиция, значит, народная, что пекут жаворонков, ну, что там жаворонок, и так далее, и так далее, и все статьи практически про это, это, вот, приехали на Жаворонков, или там еще какие-то жаворонки, там, ну, то есть, абсолютно, вот, смысл убирается, вот этот вот, который, можно было бы написать так, чтобы это, например, задело, вообще, душу, задело сердце человека, чтобы он начал думать, например, представить себе, какая глупость, язычество, что у императора спецназ 40 человек, который никогда не проигрывал ни одну битву, и он их убивает только за то, что они христиане, и не хотели там, там, фемиалу скурить, там, какого-то идола, то есть, вот такие моменты, и человек может уже задумываться, вот, потом вот эти спасы постоянные, яблочный спас, ну, вот, если так задумываются, тоже вот эти вещи, там, какого-то спаситель яблочный, или спаситель, там, медлог, все названия, они должны уходить, и мне кажется, проблема вот еще в том, что те, кто пишет на церковные темы в советских СМИ, они боятся задать вопрос, боятся показаться некомпетентными в этом вопросе, мне кажется, что тут никакой боязни не должно быть, что это, ну, священник нормальный, нормально воспринимается, он с удовольствием там объяснит, и какие-то ошибки покажет, и вот мне периодически тоже вот, Сея Михайлович, нету ветер подуха, какие-то там. Православный, это день квасили капусты. Да, да, что квасили, что кто-то там начинал пахать, или кто-то начинал пахать, ну, да, то есть вот, хотелось бы, чтобы глубже были эти статьи, чтобы их действительно задевали, чтобы не было, как вот Цветаева писала, по-моему, Цветаева, что читатели газет, это болотатели пусты. Чтобы у них пустот не было, чтобы действительно следская пресса, она человека трогала бы, задевало бы, ну и, конечно, без артикальных мнений каких-то вот о каких-то конфликтах, потому что высказывать в конфликтах, как Патриарх говорил, в военных особенно, там конструктивная диалога не получается. Поэтому хотелось бы призвать, чтобы вы говорили о мире, о мире, а не какие-то свои такие мнения, конкретные высказывания. Ну, такие пожелания. Спасибо. Можно я скажу? Не то, что полемик Асу Аркадий очень понравился, но, наверное, создавить невозможно будет, о чем говорил Отец Аркадий, ну, потому что это уже стиль, который нарисовался, который будет, наверное, очень долго. Но вот отделить православную точку зрения от фольклора, это необходимо, потому что человек, читающий иногда, приходящий, прихожая, даже в храм начинает говорить, «Ребята, вы здесь взяли, в газете? Нет, понятно, у вас есть другая точка зрения, вы же православные, вы должны...» Так вот, если есть такой народный пример или там просторечие, оно, наверное, никуда не денется, оно всегда останется, но если в СМИ будет, или как иногда пишут вещи, которые, ну, просто непрофессиональные, и они будут там, допустим, касается цветок-тайнцев нашей церкви, это то, на чем зиждется церковь. И если корреспондент пишет, ну, чушь просто, по-русски говоря, он просто, наверное, непрофессиональный. Так вот, наверное, надо быть, как корреспондент, немножко профессиональнее, к ним уважения будет тоже больше, намного. И читать, и начинать что-то разбираться, а где мнение церкви, а где просто корреспондент вот выкопал интересное там из повторечия, из народного, откуда. Но он это разделил в своем комментарии, в своей статье, и тогда будет всем, наверное, от этого полезно. рецепты полезно, и корреспондент получит там какой-то плюс потому, что вот он разнообразен, и читатели получат в этом. Ну, значит, это, кстати, мое мнение. То есть надо это учить, чтобы мы образцы какие-то будем свои показывать, а они уже будут... Ну, это сейчас не проблема, что вы сейчас... Удерная сеть, вы что-то почитаете, самообразуете. Проблема в том, что наши с вами коллеги, которые в большинстве с инвитировались с нашего зала, они, к сожалению, очень сильно замкнуты, и очень сильно большая инерция. Нужно придумать какой-то такой формат, дорогие друзья. Вы видите, тяжело, как всех собрать. Говорят, у них тут конец выпуска, там они номера сдают. Ну, может быть, да? Ну, это начали же. Значит, нужно такой формат беседы и диалогов, в котором бы нас и... Их было бы порвано для начала, да? Потому что кому все это нужно услышать? Это нужно услышать им. Нужно, чтобы мы смогли до них достучаться. Могу ли я, как информационное дело, это делать в одиночку? Наверное, нет, не могу. Когда есть определенная позиция церкви, да, есть определенная позиция, как бы нас, как коллектива, общества, сообщества, тогда мы можем вот эту единую свою позицию продвигать. Потому как, если мне звонят, и говорят, вы знаете, вот по поводу этих жаворонков я не могу вам дать комментарий, это бред. Я могу рассказать про сорок мунчиков, а хорошо, сейчас перезвоним. Они звонят с садним батюшке, с садним батюшкой, да, конечно, жаворонки, это же моя первая традиция, мы всем храмом печем. А про сорок мунчиков я даже не слышал. Это все, нормально. Сейчас, пожалуйста, все расскажу. Когда есть определенная церковная позиция, выработанная, тогда проще нам с вами разговаривать с тем самым внешним миром. И давайте, наверное, к сожалению, смотрю на сегодняшнюю ситуацию, на наше мероприятие, что мы не можем настолько быть привлекательными для СМИ, что они хотят к нам идти. Мы им не интересны. Наши проблемы их не волнуют. Не начинают проблем тюремных, заканчивая проблемами миссионерскими. Им это не интересно. Им интересно, если будет в храме пожар, они напишут об этом, да, если в храме украли икону, они про это напишут. Если умер батюшка, уже не напишут, уже не интересно. Кто такой батюшка? Батюшка учаска умирает. Да, вот только одна газета, которая написала про смерть батюшки, это была газета «Вечная память». Вот там про отца Федора «Вечную память» собственно и написали, о том, что он был хороший батюшка. И то написали потому, что инициативная группа пришла, добились, и написали, и она понятна, она близка для понимания. Когда открываешь проповедь 19 века, она... Я сегодня эти часы сижу, не надо вообще с ними работать. Вот я дежурный, я сижу в церкви. Ко мне при он уже пришел к батюшке с желанием услышать ответ. Реакция моих, значит, вот в портале, там начнут комментарии, писать всякую там чушь, выясняя, сколько ложат черные клыки. А вот так вот напишешь, вывозить. Как говорится, тоже выходит. С вопросом, да? С вопросом за ответ. Уходится ответ. Как вот им бери, их работай, да? Священники. Это все понятно. Выхлоп какой? Никакой. Нет, это все простой. С 8-ми тратой шестеретиной вдруг погибли к лавре, и все. Но и трудозатраты по всеми не колоссальные. Дать в полгода... И вот тоже об этом знали, особенно в местах скопления монахов, стремившихся к уединению. Наша русская культура богата именно совместным освоением внутрицерковных надвременных сокровищ. Как это происходит? Ищущий истин бытия человек уходит из мира, отвлекается от всего, становится внутренним отширником, учеником Великого Святого. А достигаясь своих духовных вершин, пишет знаменитую икону, называемую «Достеприимством Авраама», которая, в свою очередь, пославляет Россию на весь мир, как страну людей, неизмеримо глубокой духовности и культуры. Икона, известная во всем мире, как Троица Рублева. Ведь она не писалась, как полотно светского художественного искусства в том или ином жанре. Это же было создано церковью, как говорится, для внутреннего употребления. Но впоследствии выясняется, что преподобный Андрей Рублев был не только монахом и монописцем, но и хоть и косвенно работодателем, многим искусствоведом, ученым в меру, причем не одного поколения. Таким же ни для кого не секрет влияние глубокой церковной мысли на классиков художественной литературы и не только русской. Вот сегодня видится, что наступило такое время, когда мы сами можем напитываться этим влиянием и отдавать его людям вовне. То есть не ждать, пока известный писатель что-то расскажет, а известный режиссер что-то покажет, не питавшись всегда актуальным, настоящим церковным прошлым. А праздник творческих сотрудничества с современной церковной мыслью перерабатывать самим и дарить это людям, тем самым обогащаясь и еще больше укореняя себя и потребителя в истинных корнях нашей русской культуры. Светским СМИ в этом плане есть куда стремиться. Теперь о том, что не помешало бы СМИ церковным для более качественного внутреннего пользования. Ну, во-первых, достаточно подробное освещение непререкаемых исторических событий и фактов. Имен, цитат, опять же, с привлечением, допустим, каких-то архивных материалов. То есть, не только освещение памятной даты и главных ее героев напутанным словом первосвятителя, но и само событие развернуть перед читателем в интересных, не двухмерных подробностях. Развитого информационного патриотического вектора именно на основе непререкаемых исторических явлений национального значения, на мой взгляд, не хватает внутри церковной периодики, ну и светских подчас. Также еще одна ниша, в которой церковная смена прибыль чаще взаимодействует со светскими, это наука. Человек, изучающий церковную историю, знает, что великие православные святые защищали актуальность и безусловную полезность научных достижений и светской образованности во всех областях. Но в церковном сообществе местами доминирует квазиподвиженческое мировоззрение, основанное на полном или частичном отрицании необходимости научных достижений для обычной жизни и развития культуры, бытия или быта. С этим тоже можно и нужно работать реальным ознакомлением на странице православных журналов и газет в доступной и увлекательной форме с одной стороны, но не без ущербного освещения глубины и полноты избранного явления с другой. И еще, церковная общественность нуждается в более качественном присутствии на странице в своих СМИ освещения правовых вопросов, актуальных в самых разных сферах жизни. Хотя мы знаем знаменитый эпизод из Евангелия, когда Христос на просьбу одного человека «Господи, помоги мне разделить имение с родственниками, рассуди нас, цитата», ответил «Кто поставил меня быть судьей над вами, тем самым показывая, что кесарю кесарево Божие Богу». И, как сказал Владимир Легойда, главная весть церковных СМИ это воскресший Христос, в наше время верующим как гражданам своей страны, носящим на себе все признаки гражданской ответственности и прав, зачастую не хватает информационных источников для облегчения решения своих житейских нужд. Если человек не очень удивляет светским СМИ и старается читать только церковные, то не мешало бы на страницах церковных СМИ идти таким путем людям на встречу и предлагать им юридическую, конституционную и прочую помощь в обычной сфере житейского существования. Здесь нет никакого противоречия со словами Спасителя. Речь ведь не идет о проповеди нехристианских мотиваций или мотивации, уводящих от истины, просто оказание житейской помощи, без которой кому-то может быть порой тяжело даже доехать до храма. Речь о волонтерстве на основе заповеди его деятельной любви высказанной апостолу Матолу. Цитата. Что польза братьям, а если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют ни нового питания, кто-нибудь из вас скажет им идите с миром, грейтеся, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама в себе. Конецкая. Причем специалисты вполне могли быть людьми верующими и выцерковленными. И сегодня такие люди есть. А можно привлекать и выцерковляющихся людей, тем самым сразу предоставляя им возможность быть в церкви реально полезными, что очень важно, особенно на начале ротеки. Подводя итог всему, взаимодействие в вышеперечисленных культурных пространствах между светскими и церковными местами давали бы параллельно много межчеловеческих межорганизационных связей. Углублялась бы взаимная интеграция религиозных и светских институтов на большую постороннюю пользу обычного человека. Выше были перечислены сферы желательного взаимопроникновения светских и церковных СМИ, которые можно отнести к скрытым, незаметным на первый беглый взгляд. Но есть, конечно, и наиболее наболевшие общеизвестные проблемы алкоголизм, наркомания, игромания, воровство, распущенность и прочее. Над эти вызовы церковь и общество в лице своих СМИ должны адекватно, грамотно, увлекательно давать достойные и заинтересованные в здоровом обществе и человеке ответы, при этом не стремясь получить власть над сознанием читателей, а просто предлагая еще одну альтернативу, качественную, проверенную, работающую. Церковь со святоотеческой точки зрения, причем не только могут приводиться те тексты, в которых порог обличается, но также и те, где говорится, как в него исправляться, где показывается, в какой высоте призван человек с точки зрения Бога. А светские СМИ должны говорить устами не только специалистов настоящего, но и классического времени, устами писателей, философов, ученых. Все это нужно для того, чтобы разум потребителя везде встречал не так называемого чернового сегодня, но и достойный на нее ответ. А то под видом информационного либерализма мы видим вокруг зачастую одну пошлость во всем. Информационный либерализм почему-то не декламирует великое, а 9 к 1 скатывается к желтизне или серости. А потом мы сетуем, что у нас люди неустроенно себя чувствуют, пьют, употребляют наркотики и прочее. Социум вторичен, как раздражитель к различным социальным увлечениям. Нет здоровья внутри самой личности. Деньги, как известно, никогда не гарантируют личности цельность. Ни их отсутствие, ни их присутствие не делает человека более больнее или здоровее. Здоровая полноценная личность это определение преимущественно не из мира материи, подтверждением чему служат судьбы многих людей и даже необязательно христианских подвижников. Есть и сегодня много людей и всегда они были, которые не теряют человечество достоинства при абсолютно невозможности позволять себе какие-то излишества. Информационный либерализм разрушил во многих людях их природное благородство. этим занимается и по сей день. Это можно считать его главным достижением со знаком минус его главной работой. Но вместе с тем несмотря на вышесказанное выбор быть должен. Просто он должен быть полноценным и честным. А не просто как зачастую под видом выбора демонстрируется скатывание без рамочной пошлисти без какого бы то ни было этического напряжения. Вот заполнить восполнить а может быть даже и создать эту полноту выбора и призваны средства массовой информации как светской и так и церковной. А еще лучше делать это сообщаем. И с Рождеством. А вот с каким Рождеством никто не знает. Буквально вчера в маршрутке ехала и всю дорогу от центра до Тракторного получилось так, что пыталась человеку некрещенному мужчина 50 лет вот он говорит да мне это не нужно. Вы понимаете вот сейчас Рождество раз было а вы его нет он на самом деле просил Рождество вот Рождество приближается к Христову вы так будете правда ведь вы так вы Новый год встречаете встречают он 2015 от Рождества Христова а вы как вы его встречаете но в общем я просто знаете вот сейчас везде встречают и делают праздники в школах там в вузах я не знаю в основном все встречают каждый год год козы год обезьяны год дракона слава богу что сейчас козочка да символ тоже рождественский на каких-то там всяких атрибутих такой ну вообще конечно это вот знаете проблема какая как батюш говорит проблема духовного образования работников образования и работников культуры большущих большая проблема и вот эти всякие звездочетные вещи это же средства информации я вновь не читал и не знал поэтому нам нужно сейчас и еще встречаться и может быть нужно на втором деле приглашать ну очень мне понравилось сегодня предложение высказанное игуменом Христофором Казанцевым руководителем отдела образования Лавератской архии замечательные такие три или четыре конструктивных предложения было именно для светских средств массовой информации высказано я думаю что это будет напечатано это прочитается и от себя я такую давно наболевшую тему тоже озвучил это показывание православия светских смей в огромном количестве как некого фольклора то есть вот эти разнообразные там праздник мучеников селастийских например замечательный большой праздник люди пишут о жаворонках например которых пекут то есть разговор шел о том чтобы светских смей больше задевали бы сердце человека задевали бы что заставляло его мыслить какие-то статьи ну и еще о том чтобы просто какие-то благочестивые статьи они могут быть и пустыми как говорил святейший патриарх и чтобы этой пустоты не было о которой Цветаева в свое время писала хорошо что читатели газеты значит глотатели пустот поэтому было обращение такое тоже к нашим собратьям журналистам не бояться задавать вопросы очень часто люди светские корреспонденты они боятся задавать вопросы боятся показаться декомпетентными в каком-то отношении хотелось пожелать не бояться этого дела потому что мы открыто подскажем никаких таких не будет с нашей стороны удивлений все понятно что мы восстанавливаемся после этих долгих годов духовной разрушки желание вот именно опять же об этом тоже сегодня говорила с кем-то из представителей городской епархии то чтобы все-таки журналист если он в связи сми отвечает за какую-то духовную страничку чтобы он был образованным чтобы он был компетент чтобы он искал какие-то вещи где-то там кто-то ему рассказал или он нашел источников непонятных абсолютно что особенно касается если задевают таинства или какие-то большие праздники те же названия яблочный спас или медовый спас но это совершенно неприемлемо мы говорим о спасителе и он почему-то у нас ореховый совершенно или там говорим о святом каком-то Федоре стратилате а я читаю что федул ветер падает совершенно абсурд надо начинать пахать или заканчивать хотя он чтобы еще раз повторюсь чтобы это было слово живое что отрагивает грузу которое человеку дает толчок может быть к его раздумиям тогда если это будет профессионально в этой светской газете которых естественно больше у нас есть масса информации тогда мне кажется меньше будет людей как-то искать это где-то в другом а не в том что исконно было наше надо чтобы человек приходил сюда и видел глубину красоту и вот хотелось желать сейчас есть не надо говорить что это отсутствует есть много журналистов которые прессиональные и по голосовению владыки нашей элисея ко мне обращаются и корреспонденты и ловерадской правды и комсомольской правды и какими-то комментариями может быть комментарии недели каких-то таких событий я читал их выкладки мой ответ и они довольно-таки профессиональные без передергивания без всяких углов даже может быть хорошо сделаны так что есть у нас положительные такие моменты необходимо чтобы они расширялись и было больше тогда у нас будет действительно страна процветать крепкая семья пожелание поскольку мы тут в преддверии нового года как бы мы не говорили что новый год это после Рождества Христова тем не менее вся страна этот новый год будет отвечать так как она привыкла хотелось бы пожелать чтобы люди посмотрели на прошедший год и все-таки Бога поблагодарили потому что действительно мы живем если уж говорить с духовной точки зрения только по его милости все мы люди грешные люди которые достойны наказания каждой из нас за какие-то свои поступки и вот поблагодарить Бога за то что солнце светит за то что у нас есть хлеб что у нас дети слава Богу там здоровые ну и вообще страна держатся несмотря на все происки в наших книгах но наверное вот если это журналист православный вернее журналист профессиональный вот он найдет способ вот там сказать там не слово грех например что мы такие грешные или мы такие недостойные какие-то а скажем каких-то наших таких вот слова страсти я думаю сейчас все понимают можно раскрыть слово страдаем то есть вот у нас есть какие-то страсти у нас есть от них мы страдаем посмотреть вообще вот можно написать что давайте мы поблагодарим Бога и сделаем вот может быть даже и хорошо если мы сделаем кто-то из нас это сделает вообще в первый раз вот мы вот под этот там не знаю бой курантов там просто даже про себя возьмем помолимся и скажем что Господи ты благослови в новом году мою семью благослови мою страну мой народ вот меня чтобы вот Господь нас всех миловал и направлял по тому пути который нам нужно который придет к спасению отец 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 Продолжение следует...